Всем привет! Очки сниму, а то они шумят. Повесила на брелок очки. Они сильно шумят. Интересно, я одна такая, которая не работает и у которой никогда не хватает на себя времени? Или ещё кто-нибудь такой, как я, есть? Парадокс какой-то. Я хотела снять рецепт торта. Поэтому сейчас приеду, быстренько дела по делу, приеду, сниму. Быстренько дела по делу, прибежала, дома перекусила. Труба зовёт. Переключимся. Заезжала, освежитель мне нужно было. На квартиру быстренько купить. Потому что, когда в квартире долго никто не живёт, всё равно там запах какой-то такой застоявшийся. Мы уже там неделю в квартире двери не открывали. Хочу, чтобы свеженьким пахло. Так, 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 сейчас быстренько. На квартиру надо кое-что поделать. Потом Лолиточку поехать взять. У неё сегодня ногти. Если время останется, очень хочу поделиться простым, быстрым и очень вкусным рецептом торта. Ну, если сегодня время останется. Не, время-то оно всегда есть, если силы останутся. А то я целый день набегаюсь. Карина там заказала витамины какие-то, микроэлементы. Что-то там такое даже полезное для организма. Нужно это. Я, наверное, буду принимать эти витамины. Она начала заниматься компанией RL на основе алоэ вера. Сейчас всё я на себе испробую, а потом всё, что мне понравится, буду уже рекомендовать вам. Потому как у нас это очень популярно. Сейчас набирает обороты, скажем так. Как эта компания у нас на Ставрополе во всяком случае. Ни Эван уже, ни Амвэй. Это всё как-то уже притихло у нас. А вот эта компания LR у нас сейчас самая популярная. Сейчас. А мне нужны витамины. Мне для сил нужны витамины. Сейчас я витаминки начну пить. Две недели пропью, посмотрю на своё самочувствие. Потому что я не могу рекомендовать или... Ну, рекламировать я ничего, конечно, не рекламирую. А рекомендовать не могу то, что пока я на себе не испробую. И если мне понравится, буду рекомендовать, конечно. А если не понравится, никогда не буду рекомендовать. Сегодня заехали, с Любимкой ехали с Допов. Заехали в Иноземцево. Горы нет. Такое впечатление, что наш Бештау украли. Первый раз я такое вижу. Вообще всё белое. Такое впечатление, что этой горы там никогда и не было. Ни железки не видно, ни наше Бештау не видно. Потому что очень погода такая пасмурная. Пятигорские пробки. Пятигорск стоит. Вот эта предновогодняя суета. Магазины сейчас сипетком. Ну, всё равно хочется близких и родных порадовать. Подарками. У нас прямо это сумасшествие какое-то. В прошлом году, по-моему, не так было. Или я в прошлом году так часто не выезжала. Или не знаю, что сейчас покажу. Елмашину вперёд с ёлкой. Не, не с ёлкой, а с елью. Погода вот у нас вот такая вот. Пасмурная. Всё, Лолиточка позвонила. Заехала себе, взяла, конечно, чай. По пути. Потому что не знаю, сколько там Лолитка будет ждать. Пять, десять минут. Чтоб не сильно скучно было. Всё, сумерки. Я ничего не вижу. Сейчас темнеет, и я начну опять нормально видеть. Но когда сумерки, это для меня самое страшное. Чуть-чуть поснимать. Вот такое вот у нас творится. Ну, понятно, да? Это у нас центральная дорога, проспект Калинина. Выезжать нужно за час, если тебе куда-нибудь нужно в пяти минут на езде в обычном, в обычное время. Сейчас нужно в пяти минутам прибавлять час. К тому, как город стоит. И со временем вообще не это. По времени не ориентируешься. Планируешь на одно время, не получается. Просили город Пятигорск. Вот чуть-чуть сниму Пятигорска. Это у нас район автовокзала. С правой стороны новостройки. Ещё вот там дальше видно строится. С левой стороны Пятигорский автовокзал. Спереди пробки. Нескончаемые пробки. Я не знаю, как люди живут в мегаполисах. Как они привыкают к этим пробкам. Я не могу. У нас последние пару лет такое начало твориться. Раньше у нас такого не было. Раньше у нас всё было как-то спокойно, размеренно. А сейчас, в последние года два, что непонятно, Пятигорск стоит с этими пробками постоянно. Час пик, лучше никуда не выезжать. Хотя, опять-таки, повторюсь, пару лет такого не было назад. Это у нас проспект Калинина. Сейчас мы будем сворачивать налево на улицу... Какая у нас там улица? Дзержинского, по-моему. Из меня ещё такой гид. Так себе скажем. Вот впереди здание, жёлтая, зелёная крыша, это автовокзал. Постоянно, как в город выезжаешь, вот этот вот звук сирена, треомобили. Не знаю, не могу я к этому звуку привыкнуть. У нас, конечно, останавливает, конечно, приоритет скорой помощи. У нас уже научились уважать скорую на дорогах, так скажем. Но всё равно, каждый раз, когда я слышу, мне прям не по себе, честное слово, дурно становится. Ну ладно, не будем о грустном. Вот, зелёный светофор был, но мы стояли в пробках. Так, кого-то уже останавливают. Кого остановили? Кого-то он на громкой связи останавливает. У нас тут часто, как в кино, в погоне. Кавказ, жгиты, все горячие. Никто никого слушать не хочет. Только пробки спасают. Прямо, вот, прямо, прямо. Ну, погода не позволяет сейчас, конечно. Вот и Машука не видно. Вот прямо гора Машук. Но у нас всё в молоке. Никаких гор не видно. Первый раз я такое наблюдаю, сколько я тут живу, 25 лет. Первый раз я такое вижу, чтобы облака съели наши горы. Гор вообще не видно. Вот впереди Машук. Должен быть, по идее. Но ничего не видно. Это у нас так называемый Бродвей. Начало Бродвея. Ну, здесь я уже неоднократно снимала. А этот всё едет, кого-то догоняет. На Продблесковых что-то там говорит. О, мужчина цветочки несёт. Какого-то сегодня порадует. Впереди у нас тоже здание 1908 года. Строение очень красивое. По-моему, было у нас всё в рекламных счетах. В прошлом году, по-моему, указом администрации это здание всё очистили от рекламы. Что не сказано, всех порадовало. Так, это у нас улица Октябрьская. Чтобы вы понимали, здесь лучше ходить пешком, потому как на машине очень-очень неудобно. Дорога узкая с двух сторон машины. Ну, у нас парковки в городе вообще не предусмотрены. Вообще. Так, мне где-нибудь здесь надо встать. Потому как ловиточка у меня ещё не освободилась. Мне минут 10 надо будет её подождать. Наш торговый дом Арбат. Можете заехать, если хотите. Можно? С удовольствием. Вот мне вот так вот повезло. Мне запустили на стоянку. Как говорится, мир не без добрых людей. Сейчас я 10 минут ловиточку тут подожду, возьму. И нам в ещё одно место нужно быстренько смотаться. И всё. И пойдём вместе печь наш торт. Изабел Гарсия. Здесь очень красивые продаются платья вечерние. Вечерние. Ну, там такие коктейльные всякие. Мы ловиточки на выпускной тут платье покупали. Я так думаю, у Людмилки мы тоже сюда же придём покупать платье. Потому выбор тут очень хороший. Платья тут очень интересные. Такие вот для девочек. Для... На выпускной. Всё, мне прямо это повезло. Меня запустили на стоянку, которая под... Ну, не под шлагбаумом, а под... Как-то называется. Пусть будет под шлагбаумом. Ну, пока вспомню, как это называется. Правильно? У меня есть две шоколадочки маленькие. Есть стакан чая. Сейчас мы будем приятно... Как это правильно сказать? Как включается камера? Я уже 4-5 месяцев как разговариваю на камеру и никак не могу привыкнуть. Как включается камера? Всё, мой словарный запас улетучивается. Так, это наша улица, проспект... Проспект Кирова. Параллельно Калинина. Да-да, пицца у нас в таком здании красивом. Вообще, у нас очень много старых красивых зданий. Так сказать, архитектура чуть-чуть в Пятигорске имеется. Которые радуют глаз. И вот этот вот вой сирены. Нескончаемые. Не получилось у меня спокойно постоять, чай попить. Конечно, меня дёрнули с места. Но ничего. Я не жалуюсь, я просто говорю, что со мной происходит. Но я спокойно могу это делать на ходу. И конфеты есть, и чай пить. С левой стороны у нас галерея. Где мы вчера были с Людмилой. Вчера мы у Людмилу чуть не украли. Пока я парковалась, мальчишки как... как на мёд. Мою любимку окружили. Еле как отбила. Подошла я аж так серьёзная. Сразу извинились, а вы мама? Ничего, ничего мы это дурного не хотели. Мы просто хотели познакомиться. Я говорю, так, мальчики, быстро разошлись. Сейчас строгая мама пришла. Строгая тётя пришла. Ей и Лолиточка не разрешает. Она когда с девочками гуляет, вот в этой зоне гулять ей Лолито не разрешает. К тому, как у нас там сильно большое скопление молодёжи. А девчонки у меня красивые. Глаз да глаз нужен. Глазом не успела моргнуть. Уже смотрю, к машине бежит. Она у меня такая чуть-чуть пугливая. Я говорю, что случилось? Я смотрю, парень за ней бежит. Ну я молодёжь осаждать быстренько могу, в три минуты. Тут на светофоре не только чай можно попить. Завтрак, обед и ужин можно приготовить. Так, эта улица у нас Октябрьская. Только с той стороны мы вот так её проехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, мне ж нужно перейти, я ж думала, что экран на камень. Сейчас мы сворачиваем на улицу 40 лет октября. Всегда пропустят, вежливые у нас водители, не устал нам об этом говорить. Это у нас, как называется, красная зона. Води-бутики, салоны красоты, красная линия. Здесь у нас квартиры чуть-чуть подороже. К тому, как считается такая коммерческая улица. Тут у нас ресторанчики, кафешки, магазины, салоны красоты. Впрочем, как и везде, первые этажи по центральным улицам раскуплены, естественно, все под коммерцию. Вот еще тоже очень красивое здание двухэтажное. А, это уже все новые стекляшки, пенетон наш. Выезжала, было светло, через каких-то 20 минут уже это глубокие сумерки. И пробки, 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 пробки. После ногтей у Лолиты, оказывается, еще и автошкола, я не знала. Ну, вот как торт пить? Никак не получается, никак не получается. Такие девушки у нас красивые в Пятигорске. Все, с этой стороны, с левой стороны. Пробка, смотрите, какая. Это у нас улица Московская. Платная поликлиника на углу была. Платная поликлиника на углу была. Это улица Московская. Здесь у нас с левой стороны сейчас будет ИНЕО. Учебокло много. Ну, у нас самое такое, скажем, хорошее учебное заведение. Это фарминститут. В Пятигорске. Он самый, по-моему, сильный по России фарм наш в Пятигорске. В ПГУ тоже, конечно. Далиточка у меня в ПГУ учится. Умница поступила сама. Не на коммерцию, ничего. Сама поступила моя девочка умница. Учится сама. Учится очень хорошо. Хвастаюсь, хвастаюсь. Я помню, как придут там к бабушке, старушки соберутся. И там они начинают друг перед другом там внучками своими хвастаться бабуля. Ой, а мои там уже в 14 лет борщи варят, белую стирку делают там. Там другая тоже. Ой, а мои там друг перед другом, помню, сидели хвастались. Так и я. Лалиточка моя поступила сама. Умница, красавица. Ну, конечно, когда дети радуют, почему бы ими не похвалиться. Так, всё, мы приехали, куда нам надо было. Самое главное припарковаться правильно. Кто отгадает, где я? Да, я приехала на квартиру. Сейчас мастер должен подъехать. Так. Как тут свет включается? Я ещё не точно знаю. А, там, наверное, обесточен. Сейчас мастер должен подъехать, установить розетки. Ещё не во всех комнатах он установил. И люстру. И люстру вот он повесил, если видно. А, видно. Люстру повесил, но она низкая. Я вот, я даже рукой до неё достаю. Он вот эти вот, вот одну вот эту вот уберёт, металлическую эту. Одну или две сейчас с ним посмотрим, чтобы её поднять к потолку. А может быть, он вот эту верхушку уберёт. И вот где лилия? Это вторая есть. Вот под этой лилией он её насадит. Не знаю. Сейчас придёт он через полчаса. Это будем разбираться. Торт сегодня отменяется. Торт будет завтра. Но не успеваю никак. Ещё мне потом за лилиточкой в автошколу ехать. Напротив, девчонки, гора Машук. С телевышкой нету. Сегодня ни одну гору не видно. Вот так, сейчас мастера тут полчаса подожду. Он зайдёт. Мы с ним договоримся, что он сегодня всё сделает мне. И поеду, мне ещё кое-что нужно сделать. Вторая люстра. Вот эта люстра мне нравится больше. Она такая нежная-нежная. Ну ещё, когда повесит, я покажу, конечно. Так. А здесь ещё хаос. Хаос. Главное, света нигде нет. Ну, это он уже, наверное, обесточил. Раньше вот эти первые двери включала. В ванной в туалете хоть загоралась. А сейчас... Сейчас ничего не загорается. Ой, когда это всё закончится, не знаю. Снимать не буду, я только алюстер буду снимать. Да ничего. Ничего, я вас не знаю. Я это сниму, да? Да. А вот эту люстру... Может быть, вот этот вот вверх снять, и вот эту лилию под потолок нельзя будет сделать? А, прям лилию под потолок? Да. Ну, чтобы симпатично было и... Ну, то есть вот эта часть под потолок. Тогда, может быть, будет видно... Тогда не надо. ...железо. Потому что это стелекопически подвижной, он закрывает. Понятно. Тогда, как вы сказали, вот эту вот... Вот эту часть. Угу. Одну достаточно, да, будет, чтобы она подняла? Ну, получше уже будет. А может, две снять? Да. Ну, чтобы... Потому что я со своим ростом. Не то, что ростом. Вы, знаете, возьмете этот одеяло, что-нибудь застилать там, или что-то нести будете. Ну, да. Швабу там. Угу. И все. Все понятно. Ну, все, вы тогда наберете, да? С заземлением. С заземлением, да. Они у меня в машине. А, вы, нет. Я такая додельница. А это примерно по времени на сколько будет? Ну, часик, полтора, не знаю. Окей. Все. Сдала квартиру. Сейчас мастер мне все там сделает быстренько. Сказал, за час управиться. Через час приеду, возьму ключи и пойду за лолиткой. А пока... А пока поедем, купим вкусный чай и поедем по еще одному очень важному делу. Поснимаю вам еще вечернего Пятигорска немного. Нравится мне, когда не отказываются сниматься у меня во влогах. Такой мастер улыбчивый, добродушный. Я сразу... Ну, я, естественно, спрашиваю разрешение, можно вас снять или нет. Сразу на люстру сказала, вас снимать не буду, но не переживайте, мало ли, откуда я знаю. Он такой, да нет, я не против. Улыбнулся в ответ, и все, настроение обеспечено мне. Все, сейчас быстренько-быстренько возьмем, пойдем чай, потому что мне еще... Ой, мамочки! Лучше работать, лучше выходить утром на работу в 8 часов и до 5, до 6, какой там рабочий день, сейчас я не знаю. Отработал и пришел, чем как я целый день как гончая за рулем. Честное слово. Пожалуйста. Потому если я дома начинала жаловаться, мне не дают жаловаться. А вы... А вы меня будете слушать. Может, кто-то еще и пожалеет. Я шучу. Я ненавижу, когда меня жалеют. Когда говорят, бедная Нарина, ой, все на ней, все на ней. Я не бедная Нарина, я очень счастливая Нарина. И я все это делаю с радостью и с легкостью. Сейчас еще заряжусь. Может быть, даже к чаю пирожок себе куплю. И все. Что-то у меня не фокусируется, да, там, наверное? Вот наш ПГУ, где Литочка моя учится. Тут елки зимой и летом. Круглый год. У них елки не отключаются. У них Новый год, круглый год. Так. Хорошо, что он нашел время сегодня. Приедет хоть мне закончить с квартирой. Останется там кое-что еще по выкидывать и все. Совсем чуть-чуть не останется. Еще чуть-чуть, еще немножко. И все будет хорошо. Ну, а пока прекрасная морфель. А пока за чаем в мак. Ну, сегодня у нас как-то поспокойнее. Не знаю, работает у нас там первая стойка или не работает. я почему-то всегда на вторую заезжаю. Свет включила, то меня совсем не видно. Странно, прям сегодня никого тут нет. Обычно это у нас вечером самое посещаемое место. Сейчас быстренько чай возьмем. и мне просто 20 минут нужно где-нибудь свежим воздухом подышать. И в Комсомольске поедем, о чем-нибудь поговорим, пока я чай попью. Мне просто 20 минут нужно где-нибудь пересидеть, покататься. А потом мне к полседьмому нужно нужно одно дело сделать хорошее. Гости наши не приедут. Позвонили, что девочку не отпускают с работы. Лауру, по-моему, Лаура девочку зовут, которая к нам в гости должна была приехать. Ну, это родственники зятя. Главное, уже билет купили, а девочку не отпускают. Добрый вечер. Черный чай и пирожок с вишней, пожалуйста. Водососкарная желаете? Нет, спасибо. Такие волосы длинные. У меня так давно не было таких длинных волос. Непривычно. Но мне нравится, не знаю. Весной, конечно, обстригусь вот так вот, как всегда. Но пока мне нравится. С длинными волосами себя более женственнее чувствуешь. Мне только пирожок осталось кушать вечером. Обычно дети фары моют, ну, подрабатывают. Что-то их сегодня нет. Так, это у нас улица Канагюриште. С левой стороны у нас жемчужины. С правой стороны у нас универсал. А впереди у нас вот эту елочку красную я показывала. Покажи еще раз. Красная елочка. По-моему, Дагмар, тебе она понравилась. Еще раз для тебя специально, дорогая. так, впереди у нас комсомольский парк. мы где-нибудь тут парканемся и выпьем наш чай с нашим пирожком. Так, сегодня какое число? 29-е. По нечетным нельзя с левой стороны. У нас же еще знаки она в Токаре. Вы думали? Сегодня, по-моему, нечетное, да, число? Да, машин больше с этой стороны. У нас все чистенько, все аккуратненько. С этой стороны у нас сухо, а с той стороны у нас зима. Так, он не сказал, что он салфитный. Но салфитный у нас сухий. Сухий если ничего таки нет, мне нужно влажный сухий. У нас Лолиточка за этим делом смотрит, чтобы всегда в машине были влажные салфетки. Обязательно. Она так так любит ухаживать. Она обязательно когда выходит в аптеку обязательно всем салфеточки купит и сухие и влажные. Она у нас по этому делу очень-очень следит за нами, чтобы у нас у всех всегда были влажные салфетки. и у тети в машине и у Людмилки в сумочке. Но у нее конечно странно. Людей нету. Город пустой. Только возле универмага там молодежь стояла. так вот в парке обычно сегодня не очень холодно, чтобы парк пустой был. В парке вообще практически никого нет. Так только заварим. Я сегодня кофе не пила. Вот вчера выпила и позавчера кофе не пила. Кофе стараюсь уже не пить. самый вкусный пирожок с маком. Вот то, что я люблю. Тут написано просто так. Не видно вам, наверное? Ну, поверьте мне на основу. Вот то, что я люблю. Самый вкусный пирожок.